В этой лекции мы постараемся ответить на вопрос, как при создании письменной работы нам могут помочь тезисы. По определению тезисы с греческого утверждения, это сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной, реже отрицательной форме. Тезисы очень похожи на творчески переработанные выписки из прочитанной литературы. Однако тезис отличается от выписки целым рядом моментов. Прежде всего, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Также в тезисах выводы преобладают над общими рассуждениями. Чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, то есть без использования прямого цитирования. Основное преимущество тезисов состоит в том, что они незаменимы для подготовки глубокой всесторонней аргументации письменной работы, а также для подготовки докладов, выступлений на защите и тому подобное. Тезисы разделяют на основные и простые. Основные тезисы – это близкая к дословной запись принципиально важных положений оригинального текста с небольшим добавлением в общении, представляющий собой основу для итоговых выводов. Простые тезисы – это почти дословный перечень главных мыслей автора. Такие тезисы отличаются сравнительной краткостью и прямотой изложения. Основное их предназначение – облегчить понимание сути оригинального текста. Таким образом, тезисы представляют собой одновременно компактный и достаточно совершенный по своей компоновке и содержанию материал. В совокупности с планом и другими выписками тезисы могут послужить первоосновой для записи чернового варианта основного текста вашей письменной работы. Теперь поговорим о том, как лучше формулировать тезисы. Прежде всего, выбирайте позитивные и утвердительные заявления, а не просто перечисляйте факты. Факт подтверждает тезис и будет содержаться в вашем документе. Например, когда вы пишете работу о значении факта «Воскресение Иисуса Христа из мертвых» в своем тезисе, вы заявляете «Воскресение Иисуса Христа из мертвых является историческим фактом, подтвержденным» и дальше перечисляете. Далее, формулируя тезис, подчеркивайте только главную идею, то есть основную мысль. Тезисные утверждения отличают ясность и сфокусированность на теме. Поэтому не стоит использовать целый список показателей для аргументирования, так как это выведет вас из фокуса. Будьте сжаты и кратки. Не нужно упоминать другую тему, которая не будет рассматриваться в работе. Формированию тезисов помогают правильно поставленные вопросы. Составляя тезисы, просто попробуйте переформулировать основные подпункты своего предварительного плана в вопросы и кратко ответить на них. Это и будут ваши тезисы. Возвращаясь к теме «Воскресение Иисуса Христа из мертвых», можно преобразовать поставленную задачу в вопрос. Что означает для церкви современного мира факт воскресения Иисуса Христа? Ответ будет сформулирован в таком тезисе. Факт воскресения Иисуса Христа из мертвых для мира и церкви означает следующее. При этом в самом тезисе нельзя использовать форму вопроса. Тезис – это всегда ответ на вопрос, а не его постановка. В тезисе вы даете ответы на конкретные вопросы, при этом объясняя, как вы обосновываете свои аргументы. Также, отстаивая свою точку зрения и отношение к конкретной теме, старайтесь выражать максимальную уверенность и окончательную убежденность. Для этого, формулируя тезисы, будьте максимально объективными и используйте только те аргументы, которые вы готовы подтвердить фактами. Эти факты должны содержаться в вашей работе. В заключении скажем, что тезисы должны иметь дискуссионный характер, чтобы кто-то другой мог поспорить с вами или же наоборот поддержать ваши утверждения. При этом, в процессе написания документа могут меняться и ваши взгляды. Поэтому постарайтесь постоянно перечитывать тезисы, и чтобы они не противоречили друг другу, сравнивайте их с текстом своего документа, внося необходимые поправки. Итак, в этой лекции мы затронули вопросы о необходимости составления предварительных тезисов письменной работы. В следующей лекции мы поговорим о том, как следует работать над текстом вашей работы.